Добрый вечер! В эфире телекомпании «Город» программа подробностей. Через считанные дни во всех учебных учреждениях прозвенит школьный звонок. Для миллионов ребят он будет первым. Сегодня с заместителем главы администрации города Рязани по социальным вопросам Ларисой Крахалевой говорим о том, насколько школы готовы к новому учебному году. Давайте начнем, наверное, со школ. Все ли школы готовы к новому учебному году? Ну, 1 сентября совсем уже на пороге, рядом. И образовательное учреждение города Рязани готово распахнуть свои двери и встретить своих детей. В 2015-2016 учебном году. 68 школ в городе, они все готовы к приемке детей. Сделана большая работа в целом по ремонту. Буду в целом о системе образования говорить. За это лето освоено 77 миллионов рублей бюджетных средств муниципальных. На ремонт образовательных учреждений привлечено 122 миллиона вне бюджетных средств на ремонт. Удалось сделать многое. В основном были направлены средства на ремонт кровли, водоснабжение, отопление, канализации и электропроводки. То есть судьбонесущие вещи в первую очередь. В меньшей степени косметика. В этом году мы смогли в школах сделать 5 входных групп по программе «Безопасная дорога к школе». Два спортивных зала отремонтировали. В детских садах дополнительно открыты за счет областного бюджета отремонтированные помещения для 6 групп и 151 ребенок начнет посещать эти детские сады. 3, 4, 7 сентября пройдут открытия этих групп. Надо сказать, что в целом кампания по подготовке учреждений прошла в этом году организованно и спокойно. Удалось договориться, так скажем, с подрядчиками, с людьми, которые выиграли конкурс, потому что все это проходит на конкурсной основе. И подрядчики в этом году у нас в основном добросовестные, своевременно все выполнили. Работа большая, стопроцентная обеспеченность учебниками, все медицинские кабинеты и пищеблоки готовы. Мы готовы к организации горячего питания для детей. Так что 1 сентября... А какие школы были самыми сложными в этом плане? Больше всего работы где было? Или, может быть, микрорайон его назовете? И почему так? Ну, самыми сложными, конечно, в первую очередь являются школы, степень износа которых составляет более 50 лет. Вот эти школы самые сложные. А вообще-то любой ремонт, он требует больших затрат, сил, умений. А когда одно что-то начинаешь, возникает сразу еще три позиции. Что-то и другое, конечно. Поэтому сделано, конечно, было очень много. Я еще раз повторяю, акты готовности подписаны. Мы заканчиваем и подготовку учреждений к отопительному сезону. Но это еще одна большая работа. На сегодняшний день 99% учреждений опрессованы и готовы к отопительному сезону. Так что эту работу к 15 сентября мы завершим. Сколько первоклашек в этом году с букетами и ранцами пойдут в школу? Ну, первоклашек 5700. Их больше на 550 человек в этом году. Надо сказать, что школьников приросло. На 1384 ребенка. Это из районов? Это в целом. Не обязательно из районов. Это вот в целом по городу. Это и миграция, естественно. И возраст, который подошел для того, что, вот я говорю, 550 из них – это первоклассников. Это почти две школы. 1384 ребенка – это почти две школы новых. И дошкольников у нас тоже стало больше почти на 800 человек. Это, считайте, что новых четыре сада. Если вот образно считать по количеству детей. Садик – такая всегда актуальная очень проблема. И злободневная, и достаточно острая. Потому что каждый раз, когда мои знакомые пытаются отправить своих маленьких ребят в садик, обязательно какие-нибудь, хотя бы небольшие проблемы, но возникают. Там очередь, еще что-то. В этом году были такие сложности? Ну, сложности, конечно, есть и они будут. Но по трехлеткам мы проблему решили. Это, может быть, не шаговые доступности, но места предоставляются всем желающим. По двухлеткам вопрос решается, но решается сложнее. Вот, еще раз говорю, уже на 800 человек больше будут посещать в этом году детские сады. Мы строим два детских сада на Михайловском шоссе Первомайка, 55. До середины декабря эти сады будут запущены. И еще будет предоставлена возможность 500 дошколятам начать посещать детский сад. То есть, места еще будут предоставлены. Но по двухлеткам пока проблема остается. Мы с вами затронули такую тему, как безопасная среда. Мы часто говорим в своих репортажах о том, что есть дорожные знаки, но есть водители, которые забывают, что они в районе школы. И какие-то знаки, может быть, не видно. Может быть, есть еще какие-то другие проблемы, которые мешают малышам быстро адаптироваться. Сейчас у первоклассников будет больше всего с этим забот, и у их родителей в том числе. Проблема безопасной дороги в школе стоит на первом месте в ходе подготовки к учебному году. Проверены все подходы, меняются дорожные знаки, дополнительно кладутся полицейские лежачие. Разметка делается, обновляется новая, убирается листва на деревьях, где закрываются знаки. Чтобы было все видно. Каждое образовательное учреждение принималось комиссионно. Комиссия стояла не менее чем из десятка опытных специалистов, представителей и руководителей образовательных учреждений, общественности, родителей. Поэтому этот вопрос отслеживается. Помимо того, у нас есть еще и, так скажем, внештатная комиссия. Это клуб детей «Успех в твоих руках», волонтеров, которые занимаются этой работой, отслеживают, фотографируют ежедневно, проезжают, смотрят и несут эту информацию там, где проблемы еще есть. Поэтому с этим вопросом, я думаю, мы до 1 сентября справимся тоже. Давайте расскажем о волшебной стране знаний, в которую попадут уже в ближайшие дни очень многие школьники. 30-го на почтовой состоится традиционный для горожан праздник «Волшебная страна знаний», где с незнайкой можно будет попасть на различные интерактивные станции, заработать в качестве приза бесплатное мороженое, купоны на посещение аттракционов, записаться в спортивные школы, в музыкальные школы, в школы искусства. Прямо там, во время этого праздника, записаться на посещение занятий в течение учебного года. Поэтому мы всех горожан ждем, взрослых и детей на праздник. Приходите, он состоится 30 августа в 15 часов на улице Почтовой. Ну, наверное, немножко еще хотел сказать о дополнительном образовании. В этом году статистика у нас достаточно хорошая. Из 55,5 тысяч детей города Рязани в возрасте от 7 до 18 лет, 43,5 тысячи посещают различные секции в учреждениях спорта, культуры и образования. Это 78%. Это очень хорошие показатели. Я надеюсь, что он будет расти. В чем ребята себя видят чаще всего? В спорте, может быть, в каких-то действительно кружках, в танцах? Какие тенденции сейчас есть? Ну, наверное, на первом месте все равно спорт. Художественно-эстетическая направленность тоже. Очень много пожеланий хореографические, кружки и студии посещения. И еще плюс ко всему большой интерес проявляется на сегодняшний день к робототехнике. Для всего, что вы перечислили, нужны очень хорошие и надежные кадры. Потому что образование сейчас стоит на первом, наверное, месте. После него уже можно говорить, что делать дальше. Может быть, какие-то новые кадры влились в рязанские школы? Может быть, они прошли какое-то повышение квалификации? Ну, в этом году 41 молодой специалист приходит в систему образования города Рязани. И мы очень рады молодежи, потому что ежегодно целевой набор проводим для того, чтобы обновлять свои кадры. Помимо этого, у нас есть курсы повышения квалификации для специалистов, имеющих другое образование, но желающих работать воспитателями в дошкольном мире. Поэтому всех желающих приглашаем. У нас проблема пока с воспитателями в детских садах тоже существует. Существует проблема по младшему персоналу, обслуживающему в дошкольных учреждениях. Поэтому всех желающих ждем. К себе и будем рады. Как пройдет 1 сентября? 1 сентября во всех образовательных учреждениях пройдут линейки. Праздник будет посвящен 920-летию Рязани, 70-летию Победы, потому что год этот был особенный для нашего города. И под девизом праздники пройдут «Я люблю Россию, я люблю Рязань». Спасибо вам за эту встречу. Малышам я желаю готовиться уже сейчас к новому учебному году. Он будет трудным, но, безусловно, очень интересным. Это была программа подробностей. До встречи.